Всем привет и доброе утро! Хотя, может быть, у вас не утро, я же не знаю, когда вы смотрите этот влог, это было глупо, очень сказано. Ну ладно, всем привет и добро пожаловать во второй влогмасс. Я уже встала, сходила в душ, накрасилась, это вы можете заметить, потому что я накрашена и у меня мокрые волосы, логично вполне. И, кстати, 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 я постригла челку. Но она сейчас не уложена, поэтому... На заднем фоне, где-то там, вы можете слушать странную музыку, но Игнат смотрит видосики какие-то на ютубе, шортс вроде бы и там что-то такое странное. Вообще, если честно, для меня шортс на ютубе это что-то такое странное, там куча таких странных каких-то видео, я не знаю, обращали вы внимание или нет. Я сама их не смотрю, но у меня часто как бы листает их ребенок. И там такой бред какой-то, если честно, ну как бы тикток там все понятно, рил с инстаграмом все понятно, а шортс в ютубе какая-то ерунда выпадает. Я не знаю, что это такое, но короче, что-то непонятное. У нас сейчас полдвенадцатого утра дня. Шторы у меня, кстати, да, до сих пор закрыты, потому что мне так больше нравится. Я часто включаю гирлянды и даже днем, а когда шторы открыты, соответственно, гирлянды как бы не видны, смысла от них никаких нет. Поэтому закрытые шторы, выключены света и включенные гирлянды просто супер. А Саша, мой муж, если вдруг кто не знает, сейчас пошел на почту, ему пришло уведомление, что ему пришла какая-то посылка. И он пошел забирать какую-то посылку. Так что сейчас мы дождемся Саши и сделаем вместе с вами распаковку. Почему я сказала это таким голосом? Мне кажется, это было стрёмно. Знаете что, пойду позаписываю сториз. А то я все время пропадаю с ютуба, а сейчас я еще начала пропадать из инстаграм. И меня это начинает раздражать, потому что я всегда такая, приходите по ссылке, подписывайтесь на мой инстаграм, а сама взяла из него пропало. Некрасиво. Зацените мою футболку с Джерри. А я пока временно села, чтобы записать свои желания. Я думаю, что сейчас в декабре перед Новым годом самое прекрасное время для этого. А желания я собираюсь записывать на вот таком вот листике. Кто смотрел мои предыдущие влоги, в одном из влогов я распаковывала карту желаний. И там было вот такое вот вложение. Там написано 108 желаний на... И получается, ты сам выбираешь себе дату или промежуток времени, за который эти желания должны исполниться. Я поставила себе дату до 2024 года, но я не придумала 108 желаний. То есть у меня заполнена здесь одна страница. Буквально одна, и то не до самого конца. Но половина из этих желаний, что я написала, кстати говоря, исполнились. Нет, я не хочу вам сейчас запудрить мозг и сказать, что типа вот, напишите желание на бумажечке, оно обязательно сбудется. Нет, просто когда ты пишешь желание на бумажечке, и потом ты начинаешь делать все, чтобы оно исполнилось. Прикладывать все усилия, так скажем. Вот тут магия происходит. Я вам с другой стороны покажу, где пусто. То есть здесь можно писать желание и в кружочке потом отмечать галочками, что исполнилось, что не исполнилось. Ну или не галочками. Я сейчас придумала еще несколько желаний, которые я хочу записать. Поэтому я взяла ручку, листик и погнали. Кто там? Вернулся. Не заблудился, не потерялся. Вернулся домой с посылкой. А как это открыть? Правильно, я боюсь. Боюсь, я боюсь, чтобы ничего не повредить. Я взяла какой-то максимально тупой нож. Вот максимально тупой. Как это открыть? Что-то пошло. Что-то пошло. Открыла. Давай, открывай. Ух ты, что здесь у нас. Посмотрите, какие красивые упаковки. Саша, она сестра очень любит, насколько я это хорошо запомнила, она очень любит упаковывать подарки. Именно вот такие подарочные упаковки. Я это помню. То ли ты рассказывала, то ли она рассказывала, когда приезжала. И я тоже люблю так делать. Посмотрите, как это красиво. Здесь еще письмо. Класс. А ты, как всегда, ухватил конфеты. Иди, папа попроси, он тебя откроет. Посмотрите, как классно. Счастливого Нового Года и светлого Рождества. Марина всегда присылает очень красивые открытки. Смотрите. Там подписано. Покажи, покажи, покажи. Посмотрите, какие маски для лица. Это же маски для лица. Я у кого-то... Да? Ты говоришь, что маски для лица? Класс, прелесть какая. Это соль для ванны. Прикольно. Класс. А, так смотри, она здесь еще по пакетикам, типа. Длин, какая прелесть. Да, по пакетикам. Давай посмотрим. Идем. Так. Блин, я ничего не понимаю. Здесь, наверное, разные вкусы, потому что здесь разные рисунки, разные корзинки, разные цвета. Их надо, подожди, может, открыть все. Но я на немецком ничего не понимаю. Но все равно это очень классно. Короче, уложила челку в попыхах и решила вам быстренько показать. Она сейчас, конечно, не супер профессионально уложена, потому что я укладывала ее очень быстро. Но решила вам ее показать, пока не придавила ее шапкой. А, ну и, конечно, в прошлом влогмассе я вам показывала, какой классный маникюр я сделала. А в этом влогмассе я покажу вам, знаете, что? И он сломался прям под самое мясо. И, короче, прям очень больно. И я не могу его не срезать ничего. И поэтому я сейчас просто наклеила его стрёмный пластырь, чтобы его не цеплять. Ну, только потому что, когда цепляешь, чем больно. Ой, ну как-то так. Мы выбираем открытку в подарок. Посмотрите, какая красивая просто. Саш, мы вот эту берем? Ну, блин, она очень прикольная. А еще мне, знаете, какая понравилась? Мне понравилась вот эта вот. Если не спи. И мне понравилась вот эта вот еще. Зима, время чудес. Ну, классно же, что-то написано. Дари красиво. Ну, красиво же, правда? Так что, Саш, зима, время чудес или с Новым Годом? С Новым Годом розовую? Хорошо. Берем. Смотрите, какие прикольные печенюшки мы нашли в магазине. Это печенье с предсказаниями. Вернее, печенье с новогодними предсказаниями. Сейчас будем открывать и посмотрим, что у нас ждет в следующем году. Тебе. Вытянешь сам? Разламываем печенюшку, ты любишь все ломать. Недоброжелатели станут вашими союзниками в Новом Году. У меня есть недоброжелатели. Саш, тебя не видно. У меня такая дурацкая прическа сейчас после шапки. Ну, ладно. Новый год принесет повышение на работе. О, это прям в тему, правда? Будем открывать? Давай откроем. Ты к Патте хочешь сесть? Ну, садись к Патте. Ломай печеньку. Ломай. Давай, разламывай. Давай, давай, давай. Ладно, это надолго, наверное. Давай я тебе открою. Вот, вот, вот. Вот так, давай. Очень скоро тебя ждет приятный сюрприз в Новом Году. Сюрприз. Правду, правду прочитали. Пусть здоровы. Честно, это вообще очень угарно выглядит. Я думала, это будет какая-то милая печенька, а вышло, ну, вы видите, что вышло. Я просто в который раз убеждаюсь, что маски для лица с масками какими-то, ну, типа, с рисунками, это просто, это худшее, что может быть. Вот серьезно. По факту главное, чтобы она была эффективная. Ну, посмотрим. Господи, у меня получилась такая дурацкая укладка. Я делала ее в попыхах, особенно челку. Вообще непонятно, что на голове. Ну, ладно. Мы сейчас собираемся поехать к Саше в академию, потому что ему надо там что-то уточнить по поводу диплома. И также нам надо заехать в торговый центр, потому что Саше нужно посмотреть себе ботинки зимние, а я хочу посмотреть себе какой-нибудь пуховик. Я забыла зарядить свою камеру, поэтому простите, пожалуйста, я буду сейчас снимать все на телефон. Кстати, я же не похвасталась вам своей новой обновочкой. Я наконец-то перешла с 11 айфона на 14. Боже, какой это кайф, когда ты переходишь с телефона с наименьшим количеством памяти на тот, где памяти больше. Просто вот эти вот окошки, вечно всплывающие, в хранилище недостаточно памяти, и больше нет. Заехали по дороге за чехлами на телефон. Саша взял себе обычный черный, неинтересно. Я решила, хочу быть Барби-принцессой, и взяла себе... Ой, каким-то он красным отдает. Но в жизни он прям ярко-ярко-розовый. Саша сказала, что ему такое не нравится, и он бы себе никогда такое не купил. Но мы же не Саша, правильно. Я просто, чтобы вы понимали, сейчас смотрю, милых обманщиц. И я залипаю на Хадну, всю жизнь на нее залипала. И у нее такой телефон со всякими розоватыми штучками. И я такая, я тоже хочу розовый. И, короче, вот, да, не знаю, насколько меня хватит, как быстро он мне надоест. Пока ждем папу, сидим, едим бананы. Да? Чего ты такой обиженный? Теперь мы читаем книжки. Да, потому что папа очень долго что-то там возится в своей академии со своим дипломом. Все, мы наконец-то добрались до... ЦТ, я хотела сказать, ТЦ. Тут нет свободных мест. Тут там в начале... Блин, до входа далеко. Простите, я очень сильно кайфую от своего нового чехла. Он просто... Он такой розовый. Я в своем раю, потому что я обожаю. Все стаканы чашки, вот эти, просто посмотрите, какие классные. Класс. Всегда как-то стремновато здесь видеть, потому что здесь нет фонарей никаких. И, кстати, вот на телефоне достаточно светло, но в жизни здесь темно. И только вот эти красные фары. И вот эти вот, то, что отсвечивает, я забыла, как называются эти штучки красненьким, что горят. Все, и темно, темно. И страшно, что здесь нет никаких ограждений. То есть в любой момент может какое-то животное выскочить. И прям это страшно. Я боюсь. Я вообще, в принципе, боюсь. Скорости боюсь. Я всего боюсь в этой жизни. Ужас. Я по классике на заправку за кофе. Потому что как ни крути. Вот какой кофе я не пила, на заправке всегда самый вкусный. Ура! Самый лучший заправочный кофе у меня. Ну и у него, ладно. А где он? Вон там. И у меня. И у него. Давай чокнемся. В смысле ты пьешь? Чок. Второе. Мы снова едем искать Саши зимний обувь. Потому что вчера мы ничего не нашли. Это так странно, что сейчас зима. И при этом нигде нет нормальной зимней обуви. Вернее, она есть. Но там остались самые никому не нужные варианты. Которые, в принципе, я так понимаю, никто не хочет покупать. И нормальных ботинок вообще нигде нет. Поэтому мы сегодня едем в следующий торговый центр. В надежде, что мы там что-нибудь найдем. Сейчас максимально противная погода. Очень сильная влажность, мокрость. Некогда ждем. Чтобы вы понимали, я вышла с лучеряшками. И пока дошла до машины, просто, просто, ну вы видите, понятно. Много дня в том, что мы едем. О, прикольно. Субтитры сделал DimaTorzok. Поворачиваем, поворачиваем. Вжух. Поедем домой? Не поедем? Ты, что ты принес? Вот это лакшери ужин. Вот, кстати, сегодня мне дали новогодний стаканчик. А вчера обычный. Не прикольно. В общем, ребят, мы уже дома. И я, наконец-то, добралась до того. Надя, хватит топать. Пожалуйста. Тут с вами пришли поздороваться. Или со мной. Да, моя сладкая? Скажи привет! В общем, мы уже дома. И я, наконец-то, добралась до того, чтобы записать вам финальную часть этого видео. Спустя два дня поездок по торговым центрам мы так и не купили Саше ботинки. Зато я купила себе куртку и шарфик. Я уже давно хотела себе какой-то светлый образ. А у меня все такое темное, какое-то мрачное. Разве что светлое пальто, но оно с розовым оттенком. А я хотела что-то в бежевую сторону, так скажем. А я, кстати, умудрилась приболеть. Сейчас опять, ну, зима, холода. Что поделаешь, погода такая. Сейчас вообще отвратительная погода на улице, если честно. Потому что я так хотела поснимать какие-то красивые кадры, когда было красиво заснежено. Ну, конечно же, я упустила эти моменты, потому что я так надеялась, что эта погода будет держаться до Нового года. Но вышло все как всегда. Вот сейчас несколько дней до Нового года осталось. А на улице слякоть, моросня вот эта вот противная. Короче, да. Сняла красивые кадры, сделала красивые фото. Конечно, конечно, аж 10 раз. Еще перед самым Новым годом я сломала фактически все свои ногти. Ну как, они еще держатся, но они треснули прямо, вот знаете, вот в районе мяса фактически. То есть я их не могу не отломать, ничего. И они очень болят, и я хожу как бомжонок с пластырями. И я уже не могу попасть к своему мастеру маникюру перед Новым годом, потому что у нее все окошки забиты до Нового года. И я надеюсь, что они доживут и не отвалятся до 1 января. Как-нибудь я протяну, ну, буду с пластырем. Ну, что поделать. Кстати, одна моя мечта так и не сбылась. Мы так и не купили новую елку в этом году. Мы просто купили новую подставку под старую елку. И решили, что ладно, уже этот год она как-нибудь простоит. Я ее в этом месяце уже поставила однажды на старую подставку. И она стояла криво. И я думаю, ладно, главное, что вообще стоит по барабану. А потом в один прекрасный день утром смотрю и не могу, вот знаете, вот прям вот глаз дергается от того, как криво она стоит. И я решила ее поправить. В общем, я ее калашмачу такая, пытаюсь выровнять. И тут слышу какой-то такой звук. И я такая... Я отпускаю, и она просто начинает падать. И я такая... И в итоге оказалось, что я просто сломала подставку. То есть я как-то так надавила, что подставка такая просто... И сказала до свидания. Я хотела, чтобы елка стояла ровно, а вышло так, что она вообще перестала стоять. И поэтому вот у нас был план купить новую елку. Но потом что-то так забегались, заморочились и вообще на это забили. И в итоге мне надоело, потому что... Ну, вообще елки не было. Типа, что это такое? У меня Новый год, елки нет. И я просто пошла недалеко от дома в магазин со всякой ерундистикой. Там были подставки под елки. Я просто купила эту подставку и решила не парить себе мозги. А сейчас я и мой любимый кофе с заправки хотим пожелать вам всего самого-самого наилучшего в новом году. Крепкого здоровья, сил, терпения, удачи. И, конечно же, будьте счастливы просто. Так что с наступающим всех вас, ребят. Спасибо вам огромное за просмотр. Мне правда очень приятно, что вы смотрите мои видео. Я вас очень сильно люблю. Целую. Обнимаю. Обняла бы каждого. Вот кто смотрит это видео, каждого бы обняла. Но считайте, что обняла. Всего вам самого-самого наилучшего. Наступающий. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok